всем привет добрый день вечер ночь когда вы смотрите эту лекцию и сегодня мы тоже выходим в онлайн и поговорим про решающие деревья и простые способы их ансамблирования на самом деле вы так или иначе уже наверняка видели что такое решающие деревья если приступали к выполнению первой лабораторной работы и даже использовали bagging и random forest но сегодня мы обсудим как они на самом деле под капотом работают почему это хорошо почему это плохо и какими свойствами вообще говоря решающие деревья и их ансамбли обладают и так сегодня сегодня в меню сначала что такое решающее дерево как он работает какая интуиция вообще под ним лежит затем как вообще говоря его построить и какая оптимизационная задача решается при построении решающего дерева после чего мы поговорим про критерии информативности или же information criteria поговорим про то что такое энтропия причем здесь информационная теория информации шеннон поговорим про новый способ регуляризации для нас прунинг и затем обсудим какие-то маленькие вещи которые тем не менее очень важны если мы говорим про решающие деревья как работать с пропусками что такое почему решающие деревья можно рассматривать точки зрения ленинга моделей как можно работать с категориальными признаками и так далее и в конце мы перейдем непосредственно к ансамблированию поговорим про метод bootstrap про баггинг и про random forest про замечательную модель итак мы начинаем первая часть интуиция под решающим деревом давайте посмотрим на вот этот датасет он вам на самом деле знаком это ириса фишера четыре признака три класса sitos virginica и versicolor и решающее дерево во всей своей красе что это такое это просто дерево которое на каждом шаге делит нашу выборку на две подвыборки используя какой-то предикат в данном случае она сравнивает значение пентал лэнс один из признаков и пентал будет второй признак с какими-то пороговыми значениями можно посмотреть на этот график увидеть что в принципе сначала первое разделение мы делаем по признаку пентал лэнс сравниваем с 2 и 5 все что ниже мы относим в один лист все что выше в другой ли соответственно в первый лист попали все объекты класса sitos а так что в принципе мы уже довольны мы получили себе хорошую квалификацию на класс sitos а не sitos а по одному признаку замечательно затем мы берем и делим вот эту часть пространства уже по второму признаку пентал with опять пополам все что справа мы говорим окей это virginica тут почти все зелененькие слева остались и зелененькие и желтенькие непонятно хорошо идем следующий лист и делим в опять все что выше чем 5 становится virginica и одна половинка пространства под пространство все что ниже вторая половинка под пространство становится вертикалором желтенький почему но потому что на самом деле здесь доминируют желтенькие здесь доминируют зелененькие здесь тоже здесь красненькие что мы только что увидели на самом деле мы только что увидели как мы смогли поделить наше признаковое пространство на несколько под пространств используя простые решающие правила. Больше чего-то, меньше чего-то и так далее. И в принципе в этом все решающее дерево и заключается. Пока что мы его только применили, мы не обсуждали, как его строить. И стоит обратить внимание еще вот на что. Здесь есть глубина дерева 3. Здесь дерево глубины 3 мы наблюдаем. Но мы видим, что некоторые точки, вообще говоря, обладают неправильной маркировкой. Они попали не в ту область пространства, где они бы были классифицированы правильно. Поэтому мы могли бы достроить дерево еще глубже. Допустим, добавить сюда еще одно разделение, еще, 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 еще. Оно было бы глубокое. Но при этом все точки были бы классифицированы верно. С одной стороны, это было бы хорошо. С другой стороны, очень глубокое дерево. Говоря по-другому, переобученное дерево. Нас не очень радует, потому что если мы с вами пытаемся уловить все изменения, все, скажем так, возможно, шумовые наблюдения в нашей обучающей выборке, мы можем переобучиться под нее и потерять какую-то общую идею, которую мы могли бы перенести в тестовую выборку. Но это задача классификации. Если мы невнимательно посмотрим, мы поймем, что каждому подпространству дерево просто предсказывает некоторую константу. Правильно? Ну, а если посмотреть на задачу регрессии, это видно еще лучше. Вот какой-то синус или косинус, который зашумлен чуть-чуть, просто чтобы он не был настолько красивый ровный. И мы попытаемся описать эту гладкую функцию с помощью решающего дерева. В данном случае признаковое пространство вообще одномерное. В предыдущем случае оно было двумерным. Несмотря на то, что датсет четырехмерный, мы два признака оттуда выкинули, использовали только два. Pentall length и Pentall width. Здесь вообще у нас одномерный случай, и мы пытаемся описать нашу синусоиду или косинусоиду с помощью решающего дерева. Мы видим, что это получается просто кусочная постоянная функция. Почему? Ровно потому, что мы делим наше признаковое пространство, в данном случае это ось, на куски. К каждому куску мы сопоставляем просто какую-то константу. И что мы видим? Зеленый это дерево глубины 2, красный это дерево глубины 5. Мы видим, что дерево глубины 5 вообще говоря поймало какие-то точки явно шумовые для нашего с вами взгляда. И по сути оно опять же переобучилось под шумовые точки. Почему? Ну потому, что на них была ошибка большая. Если оно пыталось минимизировать ошибку, то этого ровно оно и добилось. Запомнил какие-то шумовые точки, потому что на них ошибка большая, лучше ее минимизировать. Дерево глубины 2 в принципе этого не сделало, но и вообще говоря, конечно, дерево глубины 2 не очень хорошо описывает синус. Синус все-таки более-менее гладкий, а дерево не очень. Но я думаю, основная идея понятна. Дерево это просто кусочная постоянная функция, которая делит наше признаковое пространство на подобности, и каждой области сопоставляет какое-то предсказание. Будь то метка класса или распределение вероятностей по классам вектор вероятностей задачи классификации, или просто число, или опять же несколько чисел задачи регрессии или векторной регрессии, соответственно. А теперь давайте обсудим, как же это все-таки можно построить на самом деле. Вот как нам получить дерево, а не просто применить построенное дерево. Поэтому нам нужно поставить оптимизационную задачу и вообще говоря обсудить, как можно работать с деревом. Перед тем, как мы начнем, хочется сказать только одну вещь. Хочешь сказать только одну вещь. Дерево, как мы уже сказали, это кусочная постоянная функция, если говорить про задачи регрессии. Задача классификации в принципе тоже. И отсюда мы можем сразу видеть что? Что градиентные методы работать не будут. Но потому что дерево это кусочная постоянная функция, у нее производную посчитать вообще говорят сложно. У нее в каждом месте, где происходит разрыв, производная вообще не определена. Что тогда будем делать? Ну тогда нам придется вернуться к жадной оптимизации, за неимением пока что лучшего и воспользоваться ей. Давайте введем следующее определение. Пусть жи в верхних скобках, это будет житый признак. Вот в данный момент времени мы находимся в ноде дерева. Это какая-то нода. И в нем мы делим все попавшие объекты по житому признаку, сравнивая его с трешхолдом t. Если все попало, если этот признак у данного объекта меньше, чем t, он идет в правое под дерево, если больше, чем t, в левое под дерево. Ну и все. Получается у нас две новые ноды. Туда попала одна часть и вторая часть исходной выборки. Если сюда прилетела какая-то выборка, сюда попала часть, сюда попала часть. Что происходит дальше? То же самое. Рекурсивно повторяем процедуру, повторяем, 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 рекурсия, потому что рекурсия и так далее. Возникает вопрос. Окей, у нас был житый признак и трешхолд t. А где нам их взять? Как нам их взять? Я уже сказал, ввиду того, что все недифференцируемо, самый простой способ, с которым мы, тем не менее, будем сейчас работать, это просто жадная оптимизация. У нас же датасет имеет конечное число признаков, которыми он описывается, верно? Верно. И при этом мы можем перебрать конечное число трешхолдов, потому что объектов у нас тоже конечное количество. Что тогда делать? Просто берем и перебираем все возможные признаки и для них все возможные трешхолды. На первый взгляд, очень долго, очень дорого. На второй, там есть тонкости, которые позволят нам работать. Итак, если мы предполагаем, что мы перебираем все возможные трешхолды и все возможные признаки, встает второй вопрос. Окей, даже если мы все переберем, нам нужен какой-то формальный критерий хорошести, по которому мы можем понять вот это разбиение, которое было с этим трешхолдом и этим признаком. Оно хорошее или плохое? Для этого давайте чуть-чуть займемся математикой и здравым смыслом. Итак, предположим, что у нас есть выборка Q, которая пришла на вход в данную вершину. Ну, выборка Q, данная вершина. Дальше мы выбираем какой-то признак G и трешхолд T, по которому, соответственно, мы делимся. Налево и направо. То есть налево у нас пошла выборка L, направо выборка R. Чтобы понять, насколько хорошо наше разбиение, давайте введем вот такую величину. Что это такое? Это функция G, gain на самом деле, которая зависит от индекса признака и от трешхолда, и которая представляет собой сумму какого-то H от L и H от R, какая-то функция от левой подвыборки и правой подвыборки. Причем они взвешены. Здесь мы берем часть данных, которая попала в левую подвыборку, мощность L делить на мощность Q, а здесь, соответственно, часть данных, которая попала вправо подвыборку. В сумме эти два коэффициента логично дадут единицы. Остался вопрос, а что такое H и почему он тут появился? Мы ввели одну величину через другую величину, которая тоже неизвестна. Пока не очень хорошо. Но для начала и для продолжения давайте подумаем, чем может быть H. Нам нужно взять нашу выборку, сделать разделение на две подвыборки так, чтобы нам было проще решать задачу регрессии, классификации или чего-нибудь еще. И при этом давайте держать в голове тот факт, что дерево умеет предсказывать только константу для каждой из подвыборок, для каждого из листов, в которые мы попали. Давайте посмотрим для начала вот сюда. Простейший опять же случай. Бинарная классификация. Есть оранжененькие, есть синенькие шарики. Один единственный признак, поэтому признаки нам выбирать вообще не надо. Нам нужно только выбрать трешхолд, границы, по которым будем делить направо или налево. В принципе, в данном случае мы можем просто пройтись по всем возможным трешхолдам, которые разделяют наши объекты. Нам нет смысла делать два шага, выбирать два значения трешхолда, которые соответствуют одному и тому же разделению, типа 0,1 и 0,1 и 3 в периоде, которые находятся между первым шариком и вторым. Если они оба там, то нам нет смысла так делить. Так вот, давайте посмотрим сюда и подумаем, а как бы мне поделить вот эту выборку на две подвыборки таким образом, чтобы после этого я мог решить задачу классификации чуть лучше, чем сейчас. Помни о том, что для каждой подвыборки мы предсказываем константу. Если мы хотим предсказать метку класса для данной выборки целиком, но единственная идея, которая будет более-менее работать, если мы предсказываем константу, это предсказать доминирующий класс. Окей, вторая идея это предсказывать случайный класс согласно выборочной вероятности, то есть частоте встречаемости первых объектов и вторых объектов. В принципе, работает. Но если мы хотим с вами предсказывать константу и имеем право поделить, можно сделать что? Например, отделить вот эту часть, потому что мы здесь видим почти все оранжевые и их больше, чем здесь синих, направо. И сказать, окей, вот у меня новая подвыборка раз, новая подвыборка два. Глядя на эту подвыборку, можно в принципе увидеть, что в ней почти все оранжевые, поэтому предсказывать в ней оранжевый класс – дело хорошее, и мы от этого много не потеряем. Мы почти всегда будем правильно калифицировать. Слева у нас все еще не очень хорошо, тут, конечно, чуть больше синих, но оранжевых тоже много, поэтому неудобно. Но сейчас мы с вами вот этими простыми словами, типа упорядоченная выборка, неупорядоченная выборка, на самом деле уже ввели некоторые критерии, которые мы пытались почитать. Нам нужна какая-то величина, которая позволяет оценить, насколько выборка является упорядоченной. Но в принципе их есть несколько. Самый простой случай для классификации – это просто misclassification criteria. Это, по сути, величина, которая сравнивает частотную выборочную вероятность для доминирующего класса в данной выборке и единицу. Но, по сути, эта вероятность нам ошибиться, если мы предсказываем самый доминирующий класс. Не очень хороший подход, потому что он игнорирует все недоминирующие классы, особенно если там небинарная классификация, какая-нибудь многоклассовая классификация, это вообще не очень хорошо. И он, на самом деле, нас не интересует, он здесь просто для исторических справок. Нас волнуют два критерия. Во-первых, антропийный, во-вторых, genie impurity. Ну и начнем, пожалуй, с антропии. И вторая вещь, которую надо сказать. Смотрите, сейчас мы с вами говорили про бинарную классификацию. Бинарная классификация, в принципе, нам привычная, логистическая регрессия туда же. И, в принципе, с VM, в простейшем случае, туда же. Наивный байос работает и с многоклассовой точно так же хорошо. Деревья, как и наивный байос, работают с многоклассовой классификацией абсолютно одинаково. Им, вообще говоря, все равно два класса, три класса, десять, пятнадцать. Если мы будем в каждом листе предсказывать какую-нибудь константу, например, самый часто встречающийся класс в данном листе, то хоть два класса, хоть десять, ничего не поменяется. Поэтому мы сейчас с вами будем сразу говорить про многоклассовую классификацию, потому что бинарная – это частный случай многоклассов. И поехали. Первое, про что хочется поговорить в данном случае – это энтропия. Энтропия, вообще говоря, очень важный критерий. И вот, как больно построить это дерево до самого конца. Если мы, как раз таки, будем пытаться упорядочивать выборку в каждом из листьев, изначально была неупорядоченная, отделили оранжевенькие, от них сразу отделили синенькие, здесь все упорядочено. Под упорядоченной я подразумеваю, что? Насколько сложным будет описать выборку, которая попала в лист. Чем более она неупорядочена, чем больше там разных типов объектов, тем сложнее нам ее описать. В данном случае очень просто описать все оранжевые, все синие. Здесь описать сложно, потому что, вообще говоря, нужно говорить, что вот смотри, первый там и какой, пятый, шестой, седьмой, восьмой – оранжевые, остальные синие, всего их 12. В данном случае можно сказать, шесть штук – все оранжевые. Просто. И, соответственно, вот мы его можем до самого конца построить. Так вот, здесь, на самом деле, я хочу говорить про энтропию. И энтропия, вообще говоря, я думаю, вы знаете это понятие, так или иначе. В теории информации, как и сама теория информации, она появилась благодаря Шеннону, замечательный математик, и имеет она вот такое выражение. S – это минус M. M – это какая-то константа, которая, на самом деле, ни на что не влияет, если мы ее зафиксируем единожды. Сумма по всем возможным значениям нашей величины. В данном случае у нас два класса, поэтому k у нас будет 0 и 1. В общем случае, это просто k различных потенциально возможных значений нашей величины, которая меняется. Вероятность выборочная k – это этой величины на логарифт той же самой величины. Если вы сюда внимательно посмотрите, то увидим, что pk-log-pk вообще очень похоже на log-like hood, логарифт правдоподобия, и вы, в принципе, будете правы. На самом деле, это энтропия, а наш log-loss – это кросс-энтропия, она считается между двумя распределениями. И пока мы не двинулись дальше, хочется сразу поговорить про энтропию и сразу пронаблюдать несколько ее свойств. Если вы знаете свойства энтропии, то ура, я просто хочу это проделать для тех, кто вдруг когда-то это пропустил. Давайте я еще раз запишу. Получается, s есть минус m сумма по всем возможным величинам pk логарифм pk. Еще раз, смотрите. Давайте скажу, откуда оно вообще взялось в теории информации. Тогда стояла задача следующая. Нужно передать сообщение из точки А в точку Б, при этом сообщение кодируется каким-то конечным алфавитом, каким-то конечным числом символов. И нужно понять вообще, насколько сложный алфавит нужен, чтобы описать сообщение определенной сложности. То есть, смотрите, у нас есть конечный алфавит в некоторой терминологии или же конечное число классов в нашем случае. Всего их k штук фиксированы. И мы говорим, что у каждого класса или у каждого символа из алфавита есть какая-то выборочная вероятность на основе той последовательности, той выборки, с которой мы работаем. Получается, что pk это выборочная вероятность для каждого из классов, значит, мы можем ввести следующее ограничение. pk у нас принадлежит отрезку от нуля до единицы, ну потому что это выборочная вероятность, и сумм для любого k. И сумма по k всех pk должна быть равна единице по определению, опять же, потому что это выборочная вероятность. И тогда энтропия может быть задана вот такой величиной. Первое. Смотрите, я здесь не указал основание логарифма, а здесь есть какая-то константа. На самом деле, ввиду того, что энтропию обычно минимизируют, ну или максимизируют, если вдруг хочется, и перед этим фиксируют основание логарифма, константа нам вообще, говоря, не мешает и ни на что не влияет, потому что изменение константы равносильно изменению основания логарифма. Я предлагаю считать, что мы работаем с натуральным логарифмом и, в принципе, от константы, вообще говоря, сейчас избавиться, потому что она не влияет на решение задачи оптимизации. А как вы видите, например, при построении дерева, мы с вами решаем задачу оптимизации, правильно? Мы пытаемся минимизировать энтропию в каждой следующей подвыборке, на которой мы побили нашу исходную выборку. Давайте посмотрим на энтропию. Про нее хочется сказать несколько вещей. Во-первых, как вы думаете, энтропия, величина ограниченная или нет? Ну, для тех, кто знает, или для тех, кто внимательно посмотрел на формулу, становится очевидным. Как минимум, она ограничена снизу. Почему? Ну, потому что ПКТ и выборочная вероятность, это величина неотрицательная, правильно? Логарифм ПКТова, это что? Это логарифм величины, которая меньше или равна единице, поэтому это всегда неположительное значение. Фу, это неположительное. Она принимает неположительное значение, либо ноль, если пока равно один, либо меньше нуля. А тут у нас стоит минус. Получается, неотрицательная величина на минус неположительную, то есть тоже неотрицательную величину, получается, можно сказать, что S больше или равна нулю. И даже можно пронаблюдать вторую вещь. Когда у нас энтропия равна нулю. Ну, вообще говоря, если вспомнить, что энтропия это в некотором роде мера хаотичности системы или мера хаоса в нашей подвыборке, в нашей системе, в нашем датасете, то можно сказать, когда у нас хаоса нет, когда все детерминировано. Так мы работаем с дискретной случайной величиной с конечным числом значений. Все детерминировано, когда она, вообще говоря, не случайная, она принимает только одно значение. То есть для какого-то, допустим, караванин 1 с точностью до изменения нумерации, пускай будет P1 есть единица, а, соответственно, все остальные тогда, P2-K большое, есть 0. Что тогда происходит с энтропией? Получается 1 на логарифме единицы 0, а все остальные слагаемые 0 на логарифме 0, но он вообще не определен, поэтому мы даже не будем пытаться его считать. 0 и 0. Получается, энтропия равна нулю при условии, когда у нас одна из вероятности равна единице, то есть величина, вообще говоря, не случайная. Но это, говоря, логично, потому что тогда энтропия детерминированного события, типа 0, оно в любом случае произойдет, никакого хаоса нет. Вопрос на самом деле следующий. А сверху она ограничена? Ну, вообще говоря, должна быть ограничена, потому что, если посмотреть на функцию, вроде как так должно происходить. Давайте мы с вами подумаем, а как именно энтропия должна быть ограничена сверху, и в каком случае она принимает наибольшее значение? Тут можно воспользоваться двумя подходами. Первое, вызвать к здравому смыслу и сказать, окей, у меня есть дискретная величина, мне нужно понять, при каком распределении вероятностей по ее состояниям она будет иметь наиболее случайное, скажем так, поведение, наиболее хаотичное поведение. Вот у нас есть случайная величина, которая принимает k потенциальных значений, в каком случае она наиболее хаотично себя ведет, наиболее недетерминированная, то есть нам сложнее всего предсказать ее следующее состояние. Ну, когда все состояния равновероятны. Потому что если одно из состояний более вероятно, мы можем всегда ставить на него, тогда у нас чуть выше шанс угадать. Если все равновероятны, то у нас нет никакого шанса угадать с точностью, чем случайно. Точнее, чем случайно. Поэтому можно сказать, что, вообще говоря, энтропия ограничена сверху. Но давайте просто для практики попробуем посчитать формально, чему же равно ограничение энтропии сверху. И для этого вспомним, что такое Constraint Optimization, оптимизация с ограничениями. Конкретно хочется сказать про метод множителей Лагранжа. Если вы, опять же, помните, что такое метод множителей Лагранжа, замечательно, но я бы хотел его повторить, потому что это полезный прием, и помнить, как он работает, тоже очень полезно. Чтобы понять, какое максимальное значение энтропия может принимать, давайте мы ее, соответственно, будем максимизировать. И при этом у нас есть ограничение. Сумма всех Пкатых равна единице. Пока от 1 до К. Метод множителей Лагранжа говорит, что нам нужно составить Лагранжан, который зависит в краске от П. П это вектор всех вероятностей. По 1, по 2 и так далее. ПК большое. И от какого-то коэффициента лямбда. И выглядит он так. Он, соответственно, выглядит. Минус сумма Пкатый логарифм Пкатый. Это наша исходная величина. Плюс ограничение. Плюс лямбда. На что она? Сумма, опять же, Пкатый минус 1. Вот наше ограничение, которое мы сюда включили. И в точке экстремума должна производная Лагранжана равняться 0. Причем как по Пкатому для любого К, так и по лямбде. Но давайте для начала продифференцируем по лямбде. На самом деле тут очевидно, что мы получим ровно наше ограничение в чистом виде. Это есть сумма Пкатых минус 1 по К. И это есть 0. Замечательно. Давайте продифференцируемся по Пкатому. При дифференцировании по Пкатому мы видим что? Что вообще говоря, у нас все Пкатые находятся под суммой, поэтому они никак с другими, при фиксированном К, они с другими значениями К не пересекаются. То есть получается для любого К, верно, что производная будет выглядеть следующим образом. это получается минус логарифм Пкатый. Опять же, минус Пкатый на 1 делить на Пкатый минус 1 и плюс лямбда. Эта величина равна нулю. Отсюда можно на самом деле увидеть, что Пкатый переносим вправо и возводим, и все засовываем под экспоненту. Есть Е в степени лямбда минус 1. И уже даже на самом деле отсюда можно увидеть, что для любого К Пкатый есть Е в степени лямбда минус 1. То есть он от К не зависит. Ну и, соответственно, если это обратно сюда подставить, то получится, что мы можем найти и лямбду. Хотите, можем проделать. Не хотите, можем не проделывать. И отсюда у нас получится, что Пкатый на самом деле есть 1 делить на К, где число классов в точке раски максимума энтропии. То есть Пкатый, выборочная вероятность для любого К, это 1 делить на К, то есть распределение равномерное. Это мне и хотелось вам показать. Так что энтропия ограничена снизу нулем, сверху она ограничена величиной, которая соответствована равномерному распределению. Тут еще стоит сказать, что чем больше потенциальных значений мы можем принимать, чем выше К, тем больше, понятное дело, энтропия. Это логично. Чем больше потенциальных выборов мы можем совершить, тем более хаотична система. Хорошо. Возвращаемся обратно к машинному обучению из теории информации. Итак, вот наш критерий информативности. Энтропийный. И что мы видим? Если мы будем с вами каждый раз пытаться понизить энтропию нашей выборки, энтропию с точки зрения меток классов, объектов, которые попали в эту выборку, то в принципе мы будем хорошо строить решающее дерево, потому что на каждом шаге мы будем получать все более, более и более упорядоченную выборку. Причем, как мы с вами помним, мы хотим получить наилучшее разбиение с точки зрения понижения энтропии. Чем ниже стала итоговая энтропия, тем мы более довольны. Согласны? Согласны. И тут разве что хочется сказать, что в принципе в бинарном случае энтропию тоже можно очень просто представить. Да, тут двойка лишняя. В плане я уже сказал, что показатель в логарифме можно выбирать любым, от него ничего не зависит. Но в бинарном случае вы его спокойно можете выразить вот в таком виде. Если вы сюда внимательно посмотрите, это тот же самый логло, с которым вы работали. Только там у нас была вероятность истины, а тут была вероятность предсказанная нашей величиной. И тут возникает второй красный вопрос. Если мы с вами говорим про задачи классификации, то как строить дерево-то мы с вами уже поняли. Классно. Дерево мы строим каким образом? Дерево мы строим просто минимизируя энтропию на каждом шаге. И все довольны. А внимание вопрос. А какую величину хорошо бы предсказывать в каждом листе, чтобы у нас дерево было хорошей моделью машинного обучения? Но тут мы можем сказать, давайте предсказывать наиболее доминирующий класс и мы будем правы. Но все-таки давайте вспомним, что иногда нам хочется предсказывать и вероятности тоже, а не только метку класса. И подумаем, как мы можем адаптировать решающее дерево, чтобы предсказывать вероятности и принадлежности каждому из классов. Опять же, интуитивно уже понятно, что нам надо предсказывать. Но давайте посмотрим. Вот мы попали в какой-то лист. Давайте предположим, что теперь у нас в листе объекты нескольких классов и мы хотим посчитать, что мы хотим посчитать просто негатив log-likelyhood или просто log-likelyhood, то, что происходит правдоподобие. Получается, что давайте мы возьмем нашу выборку и от 1 до n, соответственно, 1 делить на n, потому что мы хотим промо-отожидать правдоподобие по всей доступной выборке. И тут мы суммируемся по всем классам k от 0 до k большого. Соответственно, y итой есть k на логарифм cкатой. Это красная величина, которую мы в листе предсказываем. Окей. Нам хочется понять, что такое cкатой. Вот это квадратные скобки, это просто индикаторная функция, то есть y итой, индекс, метка класса на итом объекте совпадает с k. Она может быть равна только для 1k из всех возможных значений от 0 до k большого. Это, в принципе, логично. Не k 0. Итак, давайте найдем, что же тут надо предсказывать. Какой cкатой, какую, какое распределение вероятности мы хотим предсказывать в листе нашего дерева с точки зрения максимизации, опять же, правдоподобия. Ну, понять достаточно просто. Можно, опять же, воззвать к методу множителей Лагранжа. Я сегодня решил про него пару раз сказать, чтобы вы про него почти, наверное, помнили чуть далее в будущем. Короче, чтобы вы его запомнили. И давайте мы опять посмотрим. Мы говорим, что мы какое-то распределение вероятности предсказываем в каждом листе. Так что, опять же, cкатой принадлежит от 0 до 1. Сумма всех cкатых есть 1. И мы хотим найти как раз таки когда у нас будет максимальное правдоподобие. Так, тут минус забыл. Эту штуку хотим отправить на максимум. Минус, потому что логарифт. Ну, и потому что мы хотим вот эту величину правдоподобия максимизировать. негатив. Негатив логарифт легко понятное дело минимизировать. Опять же, вставляем лагранжан в данном случае уже от c тверд лямбды. И он получается равен чему? Он равен минус 1 делить на n сумма по i сумма по k y y равен k на логарифм с цикатой плюс лямбда на сумма цикатых минус 1. И его мы теперь дифференцируем. Получается dl по d цикатой опять же у нас все цикатые между собой опять же по нему дифференцируем. Получается что? Получается это минус 1 делить на n сумма по i сумма по k так как цикатый зафиксирован получается y сумма по i y и равен k мы зафиксировали k вот здесь на логарифм цикатой плюс соответственно что? Плюс соответственно дифференцируем пока плюс лямбда это должно быть равно нулю понял что не так конечно мы по ck дифференцируем поэтому тут у нас остался только 1 делить на ck вот теперь все нормально давайте сюда внимательно посмотрим у нас выборка размера n и мы из нее выбираем только те объекты на которых метка класса является k по сути это и будет наша выборочная вероятность вот это это и есть наш пкатой выборочная вероятность для катого класса в данной подвыборке в данном листе получается что при таком переобозначении мы имеем следующее мы имеем ситуацию лямбда есть пк делить на цк или что то же самое цк есть пк делить на лямбду ну а теперь мы вспоминаем про второе ограничение дифференцируем dl по лямбда она равна нулю в то же время она равна вот эта сумма минус 1 получается что у нас сумма цкатых равна единице то есть сумма пкатых делить на лямбду равна единице 1 делить на лямбду сумма пкатых равно 1 согласны? но мы и так знаем что сумма пкатых равна 1 потому что это сумма выборочных вероятностей получается что эта штуковина равна едице Поэтому лямбда равна 1 И цикатой с точностью равен покатой Поэтому в каждом листе мы должны предсказывать Ровно выборочную вероятность для каждого из классов Это было достаточно очевидно сходу Но формально мы это тоже можем показать Короче, энтропийный критерий Это замечательно Это очень классный критерий И вообще говоря, он классен не только тем, что он Вроде как естественно понятный Потому что при построении дерева мы просто пытаемся Упс, простите, технические неполадки Доска уехала При построении дерева мы не просто пытаемся Получить наиболее упорядоченную выборку Мы при этом с вами на самом деле предсказывая Выборочную вероятность каждого из листов Еще и правдоподобие Это хорошо Сейчас я проверю камеру Работает В смысле доску видно А теперь мы двигаемся дальше И помимо энтропийного критерия Хочется говорить еще про Gini Impurity Неопределенность Gini Как я уже говорил, пожалуйста, не путайте С коэффициентом Gini из эконометрики Фу Вроде здесь все понятно Про случай для бинарной классификации Я вроде тоже сказал Достаточно очевидно Я про это на самом деле говорю про бинарную классификацию Посмотреть на нее внимательно По сути это почти то же самое, что вы видите В логлосе и пишете Это рубрика вопроса собеседования Вас иногда могут попросить написать Кросс-энтропию Простите, энтропию для бинарной задачи классификации Для дерева И в принципе понимая, что такое энтропия Вы это сделаете в лоб Поэтому никаких проблем Второе, про что стоит помнить в энтропии Это то, что основание логарифма В принципе Мало на что влияет Потому что у нас есть константа С точностью До которой мы как раз таки ее должны максимизировать Минимизировать и так далее В принципе вроде все понятно А во-вторых есть Gini Impurity Который имеет вот такой вид Ну G, потому что Gini И он выражается как 1 минус сумма по всем опять же Классам потенциальным 1 минус сумма Пока от 1 там или от 0 От чего вы считаете до K Пкатой В квадрате Но возникает скорее вопрос А вот что это за величина И почему ее так все любят Когда строят деревья Потому что энтропия и Gini Impurity Это два основных критерия С помощью которых строят решающие деревья Давайте внимательно на нее посмотрим Давайте сначала подумаем Вот у нас есть выборка И давайте мы с вами будем использовать Краски очень простой классикатор Который будет делать следующий Он будет случайным образом К каждому объекту из данной выборки Предсказывать метку класса Согласно выборочным вероятностям Для каждого из классов Ну то есть если у нас выборка Упорядочена полностью Мы 100% Если в ней все объекты одного класса Мы 100% вероятностью его угадываем Если выборка Допустим 50 на 50 То мы с вероятностью 50% выбрасываем первый класс С вероятностью 50% второй класс И в среднем мы тоже будем 50% случаев угадывать Как так Так вот Давайте скажем Что у нас классикатор глупенький И он просто предсказывает случайным образом Согласно выборочной вероятности метку класса И попробуем тогда посчитать Какое мат ожидания Вообще говоря того Что мы ошибемся Мат ожидания того Что мы ошибемся Это что Посмотрите это 1 делить Да если я хочу делить на К То мне надо считать от 1 Хотя мне вообще не надо Делить на К Точно Давайте посчитаем Мат ожидания того Что мы ошибемся Соответственно Это сумма По К Опять же По К Это выборочная вероятность того Что объект На который мы смотрим Реально этого класса Правильно? Умножить на что? На вероятность того Что мы ошиблись Вероятность того Что мы ошиблись То есть вероятность того Что этот объект На самом деле не К К-того класса А какого-то другого То есть сумма По всем Ж Не равны К Чего? Пожитый И если мы сюда Внимательно посмотрим Это вероятность того Что случайно Выбран объект Которому мы Это вероятность того Что случайно Предсказанная метка Класса Согласна вот этим Вероятностям Неправильная Согласны? Да вроде так Теперь давайте сюда Внимательно посмотрим И скажем Окей Вот у меня есть Вероятность того Что я ошибся Но это же сумма Всех пожитых Кроме ПК-това Это можно выразить Абсолютно так же Как 1 минус ПК-той Потому что они все суммы Должны давать единиц Сюда перенесли Это равно 1 Все верно Получается Что эта величина Целиком Я имею ввиду целиком Равна чему? Она равна сумма ПК-той ПК-той На 1 Минус ПК-той Да? Но опять преобразуем Раскрываем скобки Это равно чему? Это равно Сумма ПК-тых Это единица Потому что сумма По всем К Минус ПК На ПК Минус ПК Сумма ПК Простите Квадрат А теперь давайте Сюда внимательно посмотрим Это и G То есть G Это вероятность того Что мы ошибемся Если мы предоставляем Метки классов Согласно Выбороченным вероятностям В данном подмножестве В данной вершине В данной выборке С которой мы работаем Вот что такое Gini Impurity И вот так его обычно Все записывают С ним обычно так работают Опять же Рубрика Вопросы собеседований В бинарном случае Его можно переписать Прошу вас Не запоминайте Как это можно переписать Просто осознайте Что G Или равна вот этому Или осознайте Что это краски Вероятность ошибиться Которая вот так выражается И тогда для бинарного случая Вы всегда можете Его преобразовать Абсолютно в лоб Вас-то могут спросить На собеседовании Где-нибудь Если хотят проверить А вот насколько вы умеете Скобочки раскрывать Что-ли Или свойства Квадратов И вероятности знаете Простой вопрос Но почему-то на нем Некоторые люди сыпятся Итак Сейчас я сказал Много каких-то Непонятных Наверное Слов Или просто Сложных слов Или лишним много На самом деле Все очень просто Деревья решающие Используют При построении Какие-то критерии Которые мы можем Посчитать Для каждого Разбиения Для каждого Трешхолда Потом они выбирают Оптимальный трешхолд И оптимальный Признак По которому Мы делаем разбиение Делают сплит Повторяют Если мы с вами Внимательно посмотрим На все вот эти На все вот эти Критерии информативности Которые мы только что Обсудили Они на самом деле Лезть на графике Фиолетовенький Это энтропия Он такой красивый Вот краски максимум Для бинарного случая Краски в 0.5 Он находится Вроде все понятно Но что на самом деле Интересно Если мы сюда Внимательно посмотрим Вот этот оранжевый Это джинни умножить на 2 Мы видим Что даже для бинарного случая Ну и в принципе Для всех остальных тоже Джинни от энтропийного Критерия отличается Очень слабо Но вот эти треугольники Это соответственно Мисклассификацион И Мисклассификацион Множенный на 2 Мисклассификацион Поэтому не так часто Используется Потому что Джинни энтропийный Позволяет нам Больше информации Дальше не больше информации Больше пользы Получить от их Оптимизации Потому что даже Если у нас там Два класса Находятся из Не знаю Из 50 У нас получилась вершина В которой Из 50 остались только Объекты двух классов Для нас это Лучше с точки зрения Энтропийного критерия Или Джинни По идее Но при этом Это Вообще не хорошо Чем В случае Когда у нас там Ятисеребекти всех классов Только один тоже Занимает 50% В соответствии Когда осталось два Тоже там 50 на 50 Короче Мисклассификацион Не используют Просто Хотелось про него сказать Что вот он есть Про него тоже иногда говорят Хорошо И последний вопрос Опять же Мы говорили про критерии По которым Можем строить дерево Внезапно они все были для задачи классификации Мультикласс Тут у нас вероятность фигурирует А что дело с регрессией Дерево же может решать Как задачи классификации Так задачи регрессии Да и вообще говоря Ну таких задач Давайте подумаем У нас есть задача регрессии Мы помним Что дерево В каждой вершине В каждом листе Предсказывает константу Правильно? Но если она предсказывает константу То давайте предсказывать константу Которая оптимальна Оптимальна с точки зрения чего? Ну раз задача регрессии Допустим С точки зрения МСЕ Вот та же самая МСЕ Берем И пытаемся найти Оптимальное разбиение Которое минимизирует МСЕ В данном листе Все счастливы? Тут возникает вопрос Тут какая-то константа Константа, которую мы как раз Предсказываем в этом листе Какую константу нам нужно Предсказывать Если мы говорим Про именизацию МСЕ На выборке Вот мы хотим Константный прогноз Который оптимален С точки зрения Средненького третичной ошибки Ну вообще говоря Мы если вспомним Там Теремгаус Маркова Дисперс и так далее То эта константа Это просто выборочная средняя Логично Если у нас есть выборка Мы хотим получить Наименьшую средненького третичную ошибку Давайте предсказывать И мы можем предсказывать Только константу Давайте предсказывать среднее Ну почему нет Вопрос номер два Просто для закрепления Если здесь будет не Минскую террор А мое Мин абсолютно террор Абсолютная ошибка Соответственно Тогда у нас здесь будет Не сумма квадратов А сумма модулей И что же мы должны Предсказывать в каждой вершине Чтобы минимизировать Среднюю абсолютную ошибку Логично Медиан Так что от того Какой критерий вы выберете Зависит еще и то Какую величину Вы будете предсказывать В листе Как правило Все деревья строят Просто используя Средненького третичную ошибку И соответственно Предсказывают в листе Среднее Вот так И это был набор критериев Которые применяются Чтобы строить решающее дерево Жадным образом Еще раз Я вернусь назад Вот как строится наше дерево Мы выбираем какой-то признак Выбираем какой-то трешхолд Каким образом Мы берем нашу подвыборку Попавшую конкретно в эту вершину Перебираем все возможные признаки Все возможные трешхолды Для них для всех Вычисляем Вот эту величину Information По сути Насколько хорошо все Влево в вершине Насколько она порядочная Насколько хорошо все Вправо в вершине Складываем их Соответственно С весами Которые попали влево-вправо И смотрим на эту величину Там где мы смогли улучшить Повысить порядочность выборки Больше всего С точки зрения краски Вот этих двух Величин То разбиение мы выбираем Тут разве что Стоит сказать Про одну маленькую вещь Простите Животные поют Здесь хочется сказать Только одну маленькую вещь На первый взгляд Кажется, что Перебор всех Возможных Трешхолдов Всех возможных Признаков Это вещь Очень дорогая И вы будете правы Если вы так подумаете Но решающие деревья Благо используют То, что человечество Смогло достичь Уже на текущий момент Если вы внимательно посмотрите Чтобы посчитать Трешхолд Если мы уже его считали На предыдущем шаге Для всей выборки Если мы его правильно Будем хранить То нам достаточно Не считать его полностью Заново на этой выборке Особенно если он там 10 миллионов объектов Нам достаточно Только пересчитать С учетом какой-то поправки Что у нас отсюда Что-то отвалилось Короче Динамическое программирование Здесь используется Просто в лед Это важно Второе, что важно Я это уже на самом деле Вначале сказал Нам не обязательно Перебирать по очень мелкой сетке Все возможные трешхолды Нам достаточно Перескакивать Относя в другую вершину Какие-то группы объектов Типа по одному По пять По десять В зависимости от размера Нашей выборки Если выборка Размером 10 миллионов То по одному объекту Переходить как-то Не очень интересно Нам не нужно столько трешхолдов Можно и по тысяче Их сразу перекидывать То есть Это жадная оптимизация Но она позволяет нам Использовать динамическое Программирование Она позволяет нам Использовать здравый смысл И какие-то юристики И значит Это в дереве На самом деле Достаточно быстро строится И у вас будет шанс Это проверить Потому что Одна из наших домашних Будет написать Своё собственное дерево Класс А теперь Возникает следующий вопрос Вот у нас есть дерево Мы его построили И допустим Мы его строили до упора Почему до упора? Потому что я пока Не ввел никакого критерия Останова Вот мы с вами Постоянно делим выборку Делим, 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 делим Делим, делим Но на самом деле Мы можем и делить до тех пор Пока у нас Либо выборка не станет Упорядочена В каждой из вершин Как в данном случае Для задачи классификации Тут уже нет смысла Ее делить Тут антропия уже нулевая Везде Всё Или если у нас Каждый объект Попадет в свою Под вершину задачи регрессии Что мы для него Предсказываем константу Точно равную ему Тоже в принципе верно Ну или там Несколько объектов С одним и тем же Значением Целевой переменной Поэтому Нам нужен критерий остановок Критерий остановок Может быть какой? Да простой Можно сказать Что Дерево глубиной Не больше чем Раз, два, три Там не знаю Три Всё Ограничили Или сказать Минимальное число детей В листях Пять Тогда как только В листе оказывается Пять детей То мы делиться Перестаем Или там Если при разделении Всегда оказывается Не знаю При разделении Всегда оказывается Что в листях Меньше объектов Или даже меньше Короче Минимальное число детей Точно такой же критерий остановок Получили лист С числом детей Пять Больше не делимся Или же можно ограничить Просто число листьев Когда мы получили К листьев Или там М большой листьев Ладно Все буквы уже использованы Л листьев Тогда мы больше не продолжаем Но есть и другой способ На самом деле И про него хочу сказать Скорее с точки зрения Опять же Исторического экскурса Потому что сейчас Спойлер Деревья Особо не ограничивают Для всяких там Бэггингов Рэндом форестов Или же ограничивают Очень жестко По глубине для бустингов Но тем не менее Давайте предположим Что мы с вами Дерево построили И оно получилось Глубокое А раз глубокое Так что Значит почти наверное Переобученное Почему глубокое Переобученное Я думаю Теперь уже понятно Более-менее Потому что Чем больше Глубина дерева Тем больше По сути информации О структуре Нашего обучающего Доцет Нашего обучающего выборки Оно запоминает И тем больше Шансов у него Оттуда уловить Какие-то Специальные Странные Случаи Вместо того Чтобы выявить Какие-то Какие-то закономерности Общие В этом есть Прунинг Ну прунинг Для Тех кто уже перевел С английского Да Стрижка Прореживание деревьев И на самом деле Бывают два способа Прунинга К первому Явно относятся К разу Ограничение на дерево До того Кому начали его строить Это ровно то Что мы с вами Только что обсудили Это ограничение на глубину Это ограничение На число детей В каждом из листьев Число объектов В каждом из листьев Это ограничение На число листьев В целом И так далее Ну или Постпрунинг То есть у нас есть дерево А после этого Мы хотим его упростить Каким образом Ну на самом деле Берут построенное дерево И начинают его как-то Обрезать Выкидывать из него Какие-то лишние объекты Простите Лишние под деревья С какой точки зрения Лишние Ну ставится другая Оптимизационная задача Как отрубить От дерева кусок И при этом Меньше всего потерять В качестве Классикации Регрессии Что там это дерево делало Вот так На самом деле Это скорее Историческая ремарка И задел на будущее Почему? Ну потому что В настоящий момент Прунингом деревьев Почти не пользуются По простой причине Мы как раз Сейчас будем говорить Через 5 минут Для задачи Деревья Как правило По отдельности Ни для одной задачи Не используется Деревья хороши В ансамблях Потому что там Их реальная сила Вот проявляется Прямо на 100% А деревья поодиночке Они слишком простые И вообще говоря Их используют Разве что где-нибудь В кредитном скоринге Или там где регулятор Хочет жесткой интерпретируемости Так вот Почему я про это говорю Если это почти не используется Потому что сейчас Очень похожие подходы Не такие же Но идейно похожие Начинают Снова применяться Вновь В нейронных сетях Начинают Прореживать нейронные сети Пытаться их упростить Квантование Дистилляция И так далее Это конечно другие вещи Упрощение нейронных сетей А нейронная сеть что Это здоровенный граф вычислений Который мы пытаемся Использовать Чтобы что-то там посчитать Предсказать А начинается И просто хочется Сказать про такую вещь Как OBD Optimal Brain Damage Это краски техник Которая появилась Уже достаточно давно Это способ Упростить модель При этом Выкинув из нее Недужные операции При этом Просадив качество На минимальную величину И были в принципе Результаты Когда удавалось Выкинуть до 90% Операции Из нейронной сети При этом просадив Качество По какой-нибудь Условной метрике Экрус Например на 2-3 попугая Типа на 2-3% При этом сократив Количество операций В 10 раз Такое иногда случается Еще раз Это очень похоже на прунинг Потому что берется Большая модель Из нее выкидывается Все лишнее Просто отрезается И с этим начинает работать Но сейчас прунинг Не очень актуален Почему? Потому что мы сейчас Это обсудим Через несколько минут Для ансамбля Типа Бэггинг Нам не страшны Переобыченные деревья А для ансамбля Типа Бустинг Мы просто делаем Строим как правило Неглубокие деревья И нас все устраивает Поэтому упрощать Их особо цели нет Окей А теперь хочется Выделить Последним шагом Говоря только про деревья Несколько важных моментов Которые Нужно знать Хорошо бы знать И вообще Нужно точно обсудить На лекции Смотрите Первое У нас есть пропущенные значения В данных Ну потому что мы живем В реальном мире И пропущенные значения Вообще говоря Бывают Что такое пропущенные значения Это сбой датчика Это проблема Какой-то обработки данных У нас что-то там вышло Из-за границы определения Что-то случилось Поэтому у нас в данных Появились Миссинг-валюс Эней И так далее Допустим Вот у нас Их житый Житый признак На данном объекте Вообще говоря Неизвестен Линейная модель На этом сломается Если мы не Преобработаем данные И не заполним пропуски Чем-нибудь А что же будет с деревом Дерево На самом деле Гораздо более устойчиво К таким случаям Почему? Ну вот что бы вы сделали Если у вас попался Пропущенный признак Пропущенное значение признака На каком-то из объектов Ну на самом деле Дерево-то уже построено Тогда что можно сделать? Ну а давайте отправим Этот объект И в левое поддерево И в правое поддерево Мы же не знаем Чему равен признак Правильно? А потом просто-напросто Усредни предсказания По левому и правому поддерево Опять же Учитывая Насколько много объектов Попадало сюда и сюда По сути мощность Левого подможества И правого подможества Относительно исходного Ну и все Пожалуйста Дерево способно До тех пор Пока у вас конечно Не слишком много пропущенных значений Справляться С пропусками ваших данных И это на самом деле Очень круто И тут на самом деле Особо больше не скажешь Потому что Ну вот дерево с этим работает Линейная модель На этом бы сломалась Это круто Вторая крутая вещь Дерево В том что оно вообще говоря Нелинейное Как я думаю вы уже понимаете Об этом мы сейчас тоже поговорим Смотрите А тут как раз Про линейные модели Давайте посмотрим На вот эту формулу И поймем что Вообще говоря Смотрите Y с крышкой Это наше предсказание Это сумма По всем возможным Подмножествам На которые Исходные Даже не подмножествам По всем возможным Подпространствам На которые Наше дерево Поделило исходное Пространство Какой-то константы Умноженный на индикатор Что мы как раз Попали в это Подпространство Говоря по другому Каждому подпространству На которые мы нарезали Наше исходное пространство Мы сопоставляем константу Мы можем это выразить Вот в таком виде Это краски константа Умноженная на индикатор Того что мы попали В это подпространство Индикатор только Для одного подпространства Будет верно Для всех остальных Ноль Если мы сюда Внимательно посмотрим И скажем Погодите Это же линейная модель Вот веса Вот новые Но вот новые признаки По сути деревья Это и есть В некотором роде Линейные модели Только над новыми признаками Теперь в качестве признаков Выступают индикаторы Что мы попали В тот или иной Сабсет Сабспейс Нашего исходного Признакового пространства И на самом деле Мы с вами это будем Видеть и дальше Конкретно Что преобразования Неявные над признаками Будут происходить Потому что Мы хотим решить Задачи В которых существует Нелинейные зависимости А у нас есть только Линейные модели И какие-то там Евристики Так что деревья Можно рассматривать С этой точки зрения Я хочу просто Чтобы вы еще раз Сюда посмотрели И осознали что вот эта формула Она соответствует Линейной модели В то же время это дерево Так что в принципе Все не так уж далеко Друг от друга Круто И двигаясь дальше Надо сделать еще две вещи На самом деле Первая вещь Это сказать Про категориальные признаки Я не стал вставлять Какие-то отдельные слайды Потому что там в принципе Ничего особо Скажем так Линейным надо писать Многу формул Мне хочется сказать Основную вещь Мы сейчас с вами говорили Про деревья И я постоянно Явно говорил Что мы делим На два подмножества Два подмножества Два-два-два-два-два-два Треш-хол В принципе Когда мы вспомним Что у нас есть Различные типы Данных Типы признаков То можно задаться вопросом Вот Все ли так радо Если мы с вами говорим Про Числовые признаки Допустим Х Житый Принадлежит Р Ну тут все понятно Выбираем какой-то треш-холд С ним сравниваемся Больше или равно Налево Меньше Направо Все довольны Если Х Житый Принадлежит 0.1 Или любое другое Любая другая пара Короче если он бинарный То тоже все понятно Если это налево Если это направо Ну или наоборот Как вы хотите Довольны А вот если Х Житый Принадлежит Какому-нибудь Конечному множеству И К Больше Одного То Тут уже возникает вопрос Да Ну условно там Не знаю Натуральный Короче вы поняли Если это категориальная величина То не совсем понятно А Чего с ней это делать Как треш-холд выбирать Вообще говоря Тут получается Придется выбрать Все возможные Подмножества Одно из них пойдет налево Другое направо Если говорить про бинарный сплит Ну или второй подход Конечно можно сделать Не бинарный сплит А на каждый поделить Но это тоже не всегда работает Типа Не знаю У вас может быть категориальная величина Которая принимает 10 миллионов значений Ладно 10 тысяч И с ней работать не очень удобно Короче Тут на самом деле Есть два подхода Первое Про это можно будет почитать Я скину отдельно ссылку Я скажу коротко Если у нас есть категориальная величина На самом деле Вместо того чтобы подбирать Все возможные Подмножества Значений этого признака Чтобы одно подмножество Отправить налево А соответственно Все что в него Не вошло направо Можно сделать следующее Можно взять какую-нибудь целевую переменную И сопоставить ее значения Каждому из Потенциальных значений Этого категориального признака Потом по ним отсортировать И уже по этой целевой переменной Делать трешхолды Налево или направо И в принципе доказано Что если мы будем делать трешхолд По какой-то сопоставленной Категориальной величине Целочисленной величине Даже не целочисленной Короче Признаку числовому То мы получим То же самое поведение И тот же самый сплит Оптимальный Не перебирая Все возможные Подмножества Есть второй на самом деле Подход Который более интересен С точки зрения Того что просто сейчас В мире происходит Я думаю вы так или иначе Слышали про Катбуст от Яндекса Катбуст это категория Клабустинг Бустинг это алгоритм Который как раз таки Мы разберем на следующей лекции Ансамблирование Он часто работает с деревьями Но не только с деревьями Есть лайт ГБМ от Майкрософта Который тоже в принципе занимается Бустингом Но тоже деревья Есть Катбуст классический И они с недавних пор Вот первая пара Катбуст и лайт ГБМ Научились работать с категориальными признаками Потому что краски Они научились делить Делать в дереве сплит Не на два Под дерево А на Н под деревьев Или К Или любую другую букву Выберите И с этим тоже работать Там есть иногда Более хитрая математика И более хитрое преобразование Я отошлю Желающих про это Почитать краски К оригинальным статьям Куда-нибудь их Приложу в репозиторий Просто хочу Чтобы вы знали Что дерево Можно строить И не по бинарным сплитам Тоже Если интересно Как именно Можете на Коэндай сессии Как раз про это Задать вопрос Вот И на самом деле Следую Что нужно сказать И последнее Это просто маленькая Историческая справка Как там эти деревья Строились Просто чтобы вас В голове Засели вот эти названия Вот когда-то Давно был ID3 Он работал С антропийным критерием И просто Останавливать Критерий остановок Был простой Больше не может Получить Более порядочную выборку Более порядочную Существует Зыренького-то порога То есть У нас улучшение Меньше чем На эпилон какой-то Поэтому он остановился Потом появился С4-5 С4-5 Очень популярный Очень много Где использовался Он тоже стал На энтропии Использовал В качестве критерия Останова Размер Количество Объектов Попавший лист Использовал уже Прунинг Потом был С5 Который стал еще И по-моему Проприетарным Поэтому мало использовали И есть карт Который используют В отличие от всех Остальных Джинни У него есть Кост комплексити Прунинг Который краски Является прунингом То есть Обрезка деревьев Используют Суррогатные предикаты Вообще отдельная вещь Для исчезающих И недоступных признаков Суррогатные предикаты Это когда мы Берем Какой-то признак Который нам недоступен Но для него У нас уже Подобран Наиболее бриллийский признак И по нему Вместо этого Мы делаем сплит Короче Тонкости Еще Из интересных Наблюдений В эскалерне По-моему Краски все деревья Используют карт Но они его Используют таким образом Что там Отсутствует прунинг Если мне не изменяет память А карт выезжал Как раз На том Что у него был Очень хороший Алгоритм прунинга И в свое время Когда решающие деревья По отдельности Все еще были популярны Он краски Этим выделялся Короче Есть просто Набор Зоопарк Различных подходов Которые раньше Использовались часто Сейчас чаще всего Используется карт Для построения деревьев В каких-то ансамблях В том же самом эскалерне И я думаю Названия вот эти Вы заполнили Ну а теперь Мы переходим Непосредственно К второй Основной части Этой лекции Это ансамблирование И это Бэггинг И бутстрап На котором он собственно стоит Давайте задумаемся Что такое бутстрап Я думаю Вы уже это знаете Потому что у вас Должны были быть курсы По статистике Терроверу и так далее Но для тех Кто вдруг пропустил Или не слышал Или почему-то Давайте скажем Что у нас есть датасет В котором есть у нас Какое-то количество объектов И давайте введем Операцию Взятия с повторениями Из нашего датасет То есть у нас есть Некоторый датасет Х В нем у нас М объектов М потому что Н мне нужно для другого Давайте скажем Что мы можем Из него Подсмотреть объект Но при этом Он там останется Говоря по-другому Мы можем выбрать Индекс объекта Который мы потом Скопируем отсюда И давайте скажем Что индекс мы выбираем Случайным образом И делаем это М раз То есть мы Получается М раз Повторяем Что? Выбираем случайный Там не знаю Рандинт Из Нуля М И делаем это М раз Что у нас в итоге получится У нас получится Набор индексов Размером M Где мы случайным образом Разновероятно Отсюда подсматривали Один из объектов У нас получится Какой-то Датасет Допустим Давайте его обзовем X G Который тоже Размером M И в котором На самом деле Какие-то объекты Совпадаются к СОМ Какие-то объекты Не совпадаются к СОМ Ну потому что мы Случайным образом Их всегда подсматривали Отсюда подсматривали Можно понять Что в принципе Некоторые объекты Сюда попадут Несколько раз Потому что мы Только индекс Выбирали Мы не забирали Мы не убирали Отсюда объект Некоторые объекты Вообще не попадут Потому что их Случайно выбирают Логично А теперь давайте Сделаем Такую операцию N раз Вот для этого Мне нужны И у нас получается Соответственно G Меняется от 1 До N Супер Мы взяли И N раз Себе сгенерировали Вот такие Датсеты Что про них Можно сказать Ну про них Можно сказать Что вообще Говоря Они разные Потому что мы Каждый раз Случайным образом Из исходного Самплировали В то же время Они достаточно Похожи Потому что Они насамплированы Из исходного Датсета Поэтому у них Многие объекты Общие Но каждая пара Будет между собой Достаточно Различная В среднем Понятное дело Можно случайным образом Насамплировать Вообще Одинаковый Датсет Зачем нам Это нужно Вообще говоря В статистике Bootstrap использовали Чтобы получать Хорош Более Устойчивые оценки На различные параметры Строить Можно доверительные интервалы Нам это нужно И для этого Давайте скажем Что у нас есть Алгоритм B-житый Который есть что? Алгоритм B-житый Это алгоритм Который был обучен На x-житом На житом Датсете А g у нас меняется От 1 до n То есть у нас есть Н штук Запусрапленных Датсетов На каждом из них Мы обучили Какой-то алгоритм Хорошо? И для него Мы теперь считаем Соответственно Ошибку Ошибка это что? Ошибка это Предсказание объекта На x Ой, простите Предсказание Модели На x Минус истинное значение Давайте будем считать Что у нас задача регрессии Поэтому мы просто Считаем Например Средненьквадратичную ошибку Вот матожидание По всем x Предсказание модели Минус y В квадрате Все Логично И обозначим Просто как Опять же матожидание Вот это ежитый В квадрате Что мы тогда можем сказать? Если у нас Есть n моделей Н моделей То мы можем выразить Вот в таком виде 1 делить на n Сумма По g от 1 до n Ошибка Итым Житой модели И все Согласны? Вот у нас есть Несколько моделей Мы взяли их предсказание Просто-напросто Посчитали Для каждого Для каждой модели Ошибку предсказаний И усреднили Соответственно Эту ошибку По всем моделям Получилось 1 делить на n Вот эта сумма Но в принципе Логично Что если эти модели Условно Вообще никак Независимые Похожие И так далее То у них у всех В среднем будет Одна и та же ошибка Логично? Да Надеюсь да А теперь мы Двигаемся вперед И вот тут Начинается магия Давайте предположим Что у нас Модели Как мы уже сказали Обучены на Бутстрапированных Выборках То есть Датасетах Которые мы получили С помощью Бутстрапа Но давайте При этом Сделаем Очень наглое Предположение Что Ошибка Каждой модели Не смещенная То есть Она в среднем Ошибается Как влево Так и вправо Одинаково Ну От ожидания Ошибки Ноль Логичное Предположение И давайте Еще сделаем Предположение Что ошибки Двух моделей Независимы Окей То есть Мы хотим Чтобы ошибки Этих моделей Были независимы Хорошо Если мы сделаем Такие предположения То давайте Введем Новую модель А от x Которая есть что Которая есть Усредненное Предсказание Всех Н моделей То есть У нас есть 1 делить на n Сумма Пожи от 1 до n Божи от x У нас есть Новый объект Мы его подаем Всем н моделям На них Мы считаем Предсказание Потом усредняем Получаем предсказание Нашего ансамбля На самом деле Вот это и есть Ансамбль Ансамбль из Н моделей Мы взяли Н моделей Их усреднили Невзвешенное Голосование И получили Предсказание Ансамбля Зачем мы это делаем? Давайте теперь Попробуем посчитать Среднюю ошибку Вот этого ансамбля Средняя ошибка Ансамбля Из-за моделей Это мат ожидания Вот этой величины Мат ожидания Квадрата ошибки 1 делить на n Предсказание Минус y от x Что то же самое В таком виде 1 делить на n Ежитый От x Почему? Потому что Вот наша Классическая Это классическая ошибка Которую мы с вами Только что вводили Вот она А еще мы знаем Свойства Даже не свойства Просто У нас здесь 1 делить на n В квадрате стоит Правильно? Вносим 1 делить на n Наружу В квадрате Получается Мат ожидания По x Чего? Средние квадратичные Ошибки Как и было Плюс Попарные Всевозможные Произведения Еж Е Эпсилон Итой На эпсилон Житой При и Неравной Ж Мы с вами Только что Сделали предположение Что они независимы Поэтому это 0 Ковыряться 0 Отсюда мы получаем Что здесь 0 Получается Что это 1 делить на n Квадрат Мат ожидания По x Средние квадратичные Ошибки А здесь Что было 1 делить на n Мат ожидания Ой не здесь Вот здесь 1 делить на n Мат ожидания Сумма пож От 1 до n Средние квадратичные Ошибки Получается Что мы В n раз Понизили внезапно Ошибку Которая была Для одной модели Посчитана Для одной модели Она вот В среднем А если мы n модели Усредним Она стала в n раз Меньше И чем больше n Тем больше Мы уменьшаем ошибку Вообще говоря Выглядит замечательно Получается что Чем больше Наш ансамбль Тем меньше у нас ошибка Причем она еще Линейно растет С размером ансамбля И казалось бы Все замечательно Но к сожалению Не все так замечательно Потому что Изменение ошибки в n раз Это конечно хорошо Но это ложь Вот это предположение Которое мы сделали Что у нас ошибки Несмещенные И еще и не скоррелированные Между собой Независимы Это неправда К сожалению А если у нас Это неправда То это равенство Не будет выполняться Потому что Вот этот член Не будет равен нулю И ошибку в n раз Мы не уроним Но есть и большой плюс Смотрите Мы здесь хотели Чтобы у нас были ошибки Несмещенные Ладно Пускай будут Еще можем Такое предложить Но мы еще хотели Чтобы у нас ошибки Были не скоррелированные А что значит Ошибки не скоррелированные Значит модели Сильно друг на друга Не похожи А тут мы можем Вспомнить Про решающие деревья Если мы их переобучим Они же будут Достаточно сильно Не похожи между собой Особенно если мы Переобучим На разных Будстропированных Датсетах И отсюда И появляется Замечательный алгоритм Бэггинга Над решающими деревни Бэггинг это Bootstrap Aggregating Он получается Что делает Он берет Бутстрапирует Несколько Датсетов Из исходной выборки На каждом из них Переобучает дерево Потом берет деревья Усредняет И получает Что-то хорошее На самом деле Если мы поговорим Про Bice Variants Trade-off Или в Коэндэ Или на следующей лекции То можно увидеть Что среднее Точнее смещение Он не изменяет Бэггинг А вот Variants Он понижает Здесь на самом деле Стоит наверное Сказать про мудрость толпы Я про нее сейчас скажу Короче Бэггинг Замечательная вещь Которая позволяет нам Использовать слабость Решающих деревьев Склонность к переобучению При неограниченной глубине Как силу Теперь мы можем взять У среднего много деревьев За счет переобученности На бутстрапированных выборках Они все равно будут разные И в среднем Мы получим Более хорошую Более красивую Истойчивую модель Казалось бы Замечательно И тут наверное Надо сказать Рассказать Классическую байку Про мудрость толпы Я подозреваю Что кто-то из вас Ее уже слышал Опять же на курсе По статистике Теорвера Или просто где-то Короче Какие-то там Века Типа 17, 18, 19 век Не знаю До того как появилась Информатика Компьютеры Городская площадь Собрались крестьяне И им предлагают конкурс Смотрите крестьяне На сцене стоит бык Кто угадает Вес этого быка С точностью до фунта Сможет забрать его себе А соответственно Несколько ассистентов На площади много человек 200 человек Или 1000 Как вы хотите Несколько ассистентов Входят и записывают Предсказания каждого Из крестьян Которые собрались на площади Ну в итоге Получается что Предсказания Всех крестьян Если их усреднить С одинаковыми весами Это 1148 Фунтов по-моему Или условных попугаев А истинный вес БК 1147 Ну понятное дело Капиталисты БК не отдали Сказали вот вы На один фунт Никто из вас В итоге не угадал Даже в среднем Вы на один фунт ошиблись Но показательно что Что на самом деле Такое могло произойти И что среднее предсказание Всех людей Оказалось достаточно близко К истинному значению Веса БК Хотя никто из них Его не взвешивал Почему это произошло Потому что Каждый из людей На самом деле На глаз умеет Как-то определять Вес лежащего Перед ним объекта Особенно крестьяне Которые занимаются Сельским хозяйством Им достаточно Несложно На глаз определить Вес того или иного БК Коровы Козы И так далее Но они с ним Работают постоянно И получается что Каждый из этих крестьян Сделал какую-то оценку Предсказание Они все ошибались Кто влево Кто вправо Но с ними Ровно вот эти Вот условия По сути наблюдались То есть в среднем Они ошибались Как вверх Так и вниз Если мы промутаждаем Ошибку крестьянина По куче быков Он скорее всего Будет и завышать И занижать Хотя не всегда Наверное Но при этом Все крестьяне Были между собой Независимы Почему Потому что у них У всех был Свой жизненный опыт На основании которого Они делали предсказание Веса Да вот Давайте это будет Одни делить на n Сумма предсказаний Это равна А это таргет Вот Чтобы было понятно Что там написано По и Получается Что все наши Крестьяне Которые находились На площади Это и были Эти самые Алгоритмы Которые между собой По сути Не связаны Поэтому у них ошибки Не скоррелированы На самом деле Это называется Weak Learners Простые алгоритмы Если у нас вероятность Дать правильный ответ Скажем так Хорошая Но тебе бинарных Лискаций Больше чем 0.5 То чем больше У нас будет Объектов Не объектов Модели Которые мы усредняем Тем лучше У нас будет результат Где-то на этом же В принципе Стоит суд присяжных Например У нас много присяжных Каждый конкретно Может ошибаться Но в целом Все в среднем Будут давать Это очень хорошее предсказание Это классно И Беггинг на самом деле Использует по сути Ту же самую вещь Здесь мы пытаемся Добиться Нескоррелированности Ошибок То есть несвязанности Несильной Зависимости друг от друга Нашей модели Несильной их похожести Используя Бустропированные выборки И в данном случае С деревьями Переобучение деревьев Понятное дело Вы можете использовать Беггинг и над Линейными моделями тоже Но если вы делали Краски первую лабу Там вам нужно было И логистическую регрессию В беггинг засунуть И Решающие деревья Скорее всего Большинство Получило А вот решающие деревья Получили Почему? Потому что логистическая регрессия Очень простая модель И как ее не пытаясь Обучить на другой выборке Бустропированной Она все равно Общую зависимость Вытащит линейную А больше она не способна На линейную Пока у нее не появились Какие-то доработки Которые мы потом обсудим В нейронных сетях А решающие дерево На каждой подвыборке Переобучилось по-своему Поэтому они в среднем разные И друг другу они поправляют Это круто И последнее Про что хочешь сказать Надеюсь это было Более-менее понятно Опять же Про это можно будет Задать вопросы Пожалуйста И в чатике И у нас будет Специально с вами Интерактивный Семинарчик Это Random Forest Random Forest Это замечательная модель Которая просто Вот прям Обалденная Потому что Он берет И дорабатывает Силу Решающих деревьев Простой логикой Смотрите Random Forest Ну вообще говоря Когда мы говорим Про бейдинг Над решающими деревьями Мы уже можем сказать Что это в некотором роде Лес У нас много деревьев Много деревьев Что-то типа лес Почему же он Random Он эксплуатирует Простую идею Давайте-ка мы Добавим случайности В наши деревья Еще больше Чтобы они были Еще больше Друг к другу не похожи И ошибки были Еще больше не скоррелированы Каким образом Он применяет Random Space Method Если говорить Умными словами RSM Он берет И просто-напросто Для каждого Сплита Для каждого Разбиения Выбирает оптимальный признак Не из всех возможных признаков Это случайного подможества Вот допустим У нас с вами было Не знаю там К признаков Нет К у нас для классов Не знаю там М признаков И он говорит Окей Вот сейчас Вот тебе Вот это подможество Вот из них Пожалуйста Выберем не оптимальный Остальные игнорируй И так на каждом сплите Получается что Деревья Вынуждены быть Более Непохожими Друг на друга Чем если бы У них каждый раз Была возможность Выбирать Себе Из всех возможных признаков Потому что Это мы делаем случайно Просто подбрасываем монетку Многомерно И в общем-то И все За счет того Что мы каждый раз С вами выбираем Случайное подможество признаков У нас получается Более Нескоррелированная Ошибка У различных двух деревьев Они больше друг на друга Не похожи Совмещаясь с бэггингом Они еще больше Друг на друга не похожи И в итоге Мы с вами получаем Усреднение Кучи непохожих предикторов Точнее их предсказаний И эта модель Классная Устойчивая И обладает Просто Кучей Хороших свойств Во-первых Хорошее свойство Это одна из главных Наверное Универсальных моделей Положите пожалуйста Ее себе В загашних моделей Наряду с наивным байосом Линейной логистической регрессии Для регрессии Классикации соответственно Потому что Random Forest Это тот байзлайн Который вам стоит попробовать Почти наверное Почти всегда Почти в любой задаче Если конечно Вы не работаете С какими там картинками Чем-то таким Если у вас табличные данные Random Forest Работает очень хорошо У него есть много плюсов Во-первых Он может работать Помимо того Что он Как бы Повышает качество Классикации Или регрессии Он еще и может работать С пропущенными признаками Еще более эффективно Чем просто дерево Смотрите У нас с вами допустим Есть три дерева 3 1 3 2 Ладно не 3 А там Много Н деревьев И у нас какой-то объект Внезапно Описывается Без Катого признака Вот катый признак У нас выпал Что можем сделать А можем посмотреть На все наши деревья И обнаружить Что ага Вот у меня некоторые деревья Вот это допустим Вот это И тут еще парочка Не использовали катый признак Вообще в распиениях Он случайно туда не вошел Что мы тогда можем сделать Ну мы тогда можем использовать Их в первую очередь Чтобы получить для него предсказание Работает? Вообще говоря Работает Это классно Потому что они этот признак Вообще не используют Поэтому мы можем получить По ним предсказание Но плюс да Деревь можно использовать Про свойства деревьев Что они устойчивы К пропущенным данным Если их не слишком много Это классно Но есть на самом деле Еще более крутые вещи Ладно Не более крутые вещи Просто крутые вещи Его можно довести До абсолюта И довести до Extremely randomized Randomized trees До случая Когда мы вместо того Чтобы выбирать Оптимальный признак Из какого-то подможества Просто берем И выбираем Один признак И для него только Ищем нужный треш-холк Это делают Когда нам Ну очень хочется Непохожие деревья И в принципе Это иногда позволяет Выжать лишние пару попугаев В вашей метрике На какой-нибудь задаче Редко Но иногда бывает Пожалуйста Просто держите Где-нибудь В загашнике вашей памяти Что иногда Больше случайности Это хорошо Так работает почти всегда И даже слишком много Случайностей Тоже может быть полезно И на самом деле Есть замечательное свойство Про которое мы пока не говорили Оно свойственно Как random forest Так и просто Беггингу Но я скажу про него В части про random forest Почему? Потому Ну окей Почему просто Потому что Что такое ООБ В random forest Мы с вами можем Получить больше данных Для обучения Помните Мы с вами использовали Кросс-валидацию Вообще говоря Использовали Валидационную выборку Чтобы оценить нашу модель Так вот Random forest Мы можем использовать Трейновую выборку Чтобы оценить Качество нашей модели Нет Я не выдумываю Это ООБ Out of bag Estimation Еще раз повторюсь Он Его можно использовать Как в беггинге Обычном Так и в random forest Что такое Out of bag Смотрите Мы же с вами Имели исходный Датсет Вот Икс И мы из него Породили себе Икс бутстропированный Первый Икс бутстропированный Второй И так далее Икс бутстропированный Энтой Правильно? Каждый из этих Датсетов Не похож На икс В некотором роде Потому что он Случайно Подвыборку имеет На самом деле У вас даже будет Задачка посчитать Какая вероятность Того что объект Отсюда Точнее объект Отсюда попал сюда Так вот У нас Некоторые Объекты Допустим У нас Вот возьмем Какой-нибудь Икс маленький С индексом Л Мы можем сказать Что он не попал Вот в этот Вот в этот Бутстропированный Датсет Вот в этот Кой-нибудь И вот в этот В 3датсет он не попал Или там в 33 Какие-то Дальше мы что знаем Дальше мы знаем Что вот на этих Датсетах Мы обучили Несколько деревьев Правильно А для них Этот объект Это объект Из отложенной выборки Они никогда не видели Поэтому мы можем Для каждого объекта Найти те деревья Ладно Даже те модели Которые никогда Его не видели И используя эти модели Получить предсказания Для данного объекта Вообще говоря Классно Это называется Out of back estimation Out of back Потому что вне Вот этой Бэк Бутстропированные выборки Вне мешка Если говорить Про формулу Вот Вот краски Наша Бутстропированная выборка С индексом n Если x в нее не попал То мы используем Предсказания Нашей модели И усредняем Соответственно По всем моделям Которые не видели Этот объект Получается Что мы с вами Можем получить По сути Верхнюю оценку На ошибку В среднем Почему верхнюю Не используя Валютационную выборку Вообще Так вот Почему верхнюю оценку На ошибку Потому что Когда мы с вами Берем объект И для него Выбираем Те модели Которые вы никогда Не видели Если модели Всего n Логично предположить Что моделей Которые Никогда Не видели Объект x и Будет Какое-то число Не знаю Там L Которое Меньше n Почему? Потому что Случайным образом Выбирали Поэтому мы с вами Усредняем 1 делить на L B Со звездой Которые как раз Никогда ее не видели От x и Чтобы получить Y с крышкой И И так как L меньше n У нас ансамбль Стал меньше Поэтому вообще говоря Мы усреднили Меньшее число предсказаний Поэтому мы получили Менее устойчивую Менее хорошую оценку Поэтому скорее всего Ошибка В данном случае Будет выше Чем если бы мы Усреднили вообще Все модели Которые у нас есть Но мы часть знаний По сути просто не использовали Но при этом Все остальные модели Нельзя использовать Чтобы оценить Качество на этом объекте То что мы уже видели Еще раз Это только для Валидационной выборки Работает То есть мы с вами Можем не делить Наши ценные данные На какие-то Два сапсета Типа 80 на 20 Потому что 20% данных Это все-таки много Если вы будете считать Что каждый Не знаю там Процент ваших данных Каждое наблюдение Стоит вам 1 цент А у вас 10 миллионов наблюдений Ну уже дорого Не хочется как-то Их отдавать Просто на валидацию И бэггинг И Random Forest Потому что Инсплуатирует Ту же самую идею Позволяет нам Использовать Обучающую выборку С помощью Out of Back Estimation Для валидации Это замечательно И Random Forest Это одна из самых Замечательных моделей Которые вы можете Использовать вообще везде Пожалуйста Никогда не стесняйтесь Использовать простые модели Будь то Random Forest Логистические регрессии Линейный наивный байз Если вы начинаете Работать с новой задачей Как правило Они вам покажут хотя бы Бэйзлайн Относительно которого Вы сможете сравнить Все свои Uber нейронки И бустинги И все прочее Что вы там наделаете Это полезный навык И полезная практика Использовать простые модели Для байзлайна А Random Forest Это вообще говоря Такая Uber Бэйзлайновая модель Которая еще и Зачастую Будет всячески Сопротивляться тому Чтобы вы ее перебили Какой-нибудь Другой сложной моделью На самом деле На многих задачах Random Forest Сходу дает Такое качество Которое потом Можно добиться Не знаю Спустя N итерации И какие-нибудь Оптимизации И вристик И так далее Вот Есть еще Изолейшн Форест Про него я наверное Скажу когда-нибудь потом Если коротко Это алгоритм Поиска аномалий И он эксплуатирует Простую идею Вот у нас есть дерево Да Оно занимается Разделением выборки На подвыборки По сути На каждом шаге Если поставить Другую оптимизационную задачу И попросить дерево Отделять объект От всех остальных объектов То краски Можно обнаружить Что Что объекты Которые сильно Отличаются от остальных Вот у нас Какая-нибудь Выборка Тут у нас Все вот Здесь болтаются И есть несколько Объектов Которые один Вот здесь Болтается Другой тут Третий Как-то Вот тут Если мы поставим Задачу Отделить От дерева Все объекты Отделить От дерева Отделить От выборки Один объект Потом еще один Потом еще один То объект Которые являются Аномалиями Скорее всего Отделить будет Просто Потому что Потому что Они аномальные Они сильно Отличаются От всех остальных И изолейшн форест Это краски История Когда мы с вами Берем И строим Много деревьев Которые занимаются Отделением По одному объекту А потом Просто смотрим На какой глубине Каждый объект Был отделен От всех остальных И аномальные Объекты Какие-то выбросы Как правило Будут отделены Ближе к корню Просто потому что Их отделить проще А уже классические Объекты Будет сложно Друг от друга отделить Поэтому они будут Где-то в глубине Опять же Очень простая модель Очень хорошие качества Дает наверное Один из двух Основных подходов К поиску аномалии В данный момент Второй там Всякие автоэнкодеры Но не считая Конечно Теистических подходов Я имею в виду Такие ML подходы Но об этом Мы будем говорить В дальнейшем В нашем курсе А пока В принципе Последняя вещь Про которую надо сказать Это просто Ремарка В сторону Первого занятия И в сторону Опять же Интерконнекшна Всего того Что мы с вами обсуждали Я уже подводил К тому что Линейные модели Похожи на деревья Потому что деревья Это по сути Линейная модель Над новыми признаками А теперь давайте Внимательно посмотрим На картинку Разделяющей поверхности Рандом Фореста И Neuros Nervous КНН С К равным 3 Если посмотреть Это одинаковые Датсеты Можно увидеть Что вот здесь Как-то очень Похожие Разделяющие поверхности Получились Они конечно Не идентичные Но они очень похожи И можем задаться вопросом А почему А на самом деле Рандом Форест В том или ином виде Все равно похож На КНН Почему Потому что КНН Как классифицирует Он находит Ближайших соседей И говорит Я такой же Как мои соседи Что делает Рандом Форест Рандом Форест Берет и Разделяет наше Подпространство На некоторые Подмножества Говорит Вот в этом подмножестве Все объекты Одного класса В этом другого В этом третьего Плюс В него очень много деревьев Потом мы их всех усредняем Получаем более-менее Четкую оценку Устойчивую Так получается Что В каждом подмножестве В которое Мы выделили Вот эти объекты Объекты Рядом находятся Поэтому Раз они рядом находятся Значит они в одном классе С точки зрения Реном Фореста Раз они рядом находятся одного класса, потому что они ближайшиеся сидят друг к другу. И тут мы наблюдаем, что KNN и Random Forest, вообще говоря, идейно решают похожую задачу, только разными способами. KNN считает метрику для всех, а Random Forest просто нарубает наше пространство на какие-то подможества, подпространства, и каждому из них сопоставляет какую-то величину. Вот. Опять же, просто маленькая ниточка между двумя различными подходами, которые на самом деле примерно об одном и том же, потому что математика под капотом-то везде одна и та же. Мы с вами разбираем разные подходы, но основная методология и идея будет повторяться из раза в раз. И очень хочется, чтобы вы в течение этого курса смогли это осознать. Ну, это был последний слайд. Я бы сказал, пожалуйста, ваши вопросы. К сожалению, я пока что выступаю только перед камерой. Надеюсь, у вас будут вопросы где-нибудь в онлайне, в чатике или в нашей Q&A. А я желаю вам не болеть, крепкого здоровья, и надеюсь, что в скором времени надеюсь, мы перейдем обратно к оффлайн занятиям, потому что, конечно же, работать в оффлайне с аудиторией приятней, приятно и как-то больше интерактива. Я больше могу понять, что вам понятно, что нет, на что можно уделить больше внимания. Ну, тем не менее, спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч.